Здравствуйте! Некоторые ученые считают, что через несколько десятков лет искусственный интеллект может сравняться с человеком в ряде способностей и даже превзойти его. Как относится христианское сообщество к появлению искусственного интеллекта и внедрению его в нашу жизнь? Не противоречит ли использование искусственного интеллекта библейским принципам? Сегодня на наши вопросы отвечает Василий Иванович Ничик, доктор практического богословия. Василий Иванович, поговорим с вами о очень такой нашумевшей теме сегодня, тема, которая уже достаточно обсуждается, много есть исследований, анализов, предпосылок, тема, связанная с искусственным интеллектом. По большей части тема затрагивает историю с GPT-чатом, который сегодня имеет удивительную прогрессию. Даже по последним данным, которые я читал, наверное, они сейчас еще более усовершенствованные, обновления, которые делали между поколением GPT-чатов, говорят о том, что умнее стал он на 500, по-моему, 18 раз. То есть это вообще удивительно. Не 2, не 3, 4 раза, а больше 500 раз. Много сегодня технологий, связанных с этим. Практически сегодня можно очень многие вещи делать. Много запросов обрабатывается. И эта тема возникает очень много-много таких предпосылок разных. Как нам сегодня к этому относиться? А если сегодня даже в современном обществе люди неоднозначно смотрят, ну а христианское общество, оно всегда очень требовательно к определенным моментам. Скажите, пожалуйста, вот что мы можем сегодня сказать о появлении искусственного интеллекта и христианских каких-то принципов? Когда мы говорим с вами о появлении каких-то новых открытий, они всегда вызывают определенную настороженность. Настороженность с позиции того, а к чему это все может привести. И таких историй очень много в нашем, так сказать, процессе развития человечества. Ведь фактически то, что человек сделал расщепление атомов, и появились все эти ядерные реакторы и прочее, все это на определенном этапе тоже вызывало очень серьезные дискуссии с точки зрения того, как это будет применяться. К сожалению, к сожалению, при самых добрых намерениях всегда параллельно идет то, что становится опасностью и трагедией для человечества. То же самое процесс развития клонирования, о котором также очень много разговоров было сегодня, как-то, видимо, на фоне вот как раз появления вот этого развития искусственного интеллекта, тема клонирования чуть-чуть отошла в сторону. Но это не значит, что те, кто занимались этим, они остановились в этих процессах. И религия, и церковь всегда очень настороженно относятся к этим процессам, понимая пагубность того, куда это все может вывернуться. С одной стороны, я сказал слово «понимая», а с другой стороны, мне кажется, мы до конца не можем для себя даже предсказать, куда это все вывернется. Я уверен 100%, что сами же исследователи, ученые, которые все это делают, они до конца не знают, насколько это может принести какую-то угрозу и опасность для человечества. Поэтому, конечно же, сегодня религиозное сообщество, церковь высказывает осторожное беспокойство, осторожное беспокойство, связанное с тем, что есть тенденции к тому, что вот этот искусственный интеллект будет способен вытеснить человека из многих сфер человеческой жизни, но наряду с этим, более того, есть переживание, что на каком-то этапе он может выйти из-под контроля, и тогда будет использовать все самое худшее против человека же. Василий Иванович, вы, наверное, помните историю, которая была, наверное, уже несколько, может быть, 10 лет назад или несколько десятков, относительно недавно, когда было клонирование овечки, овечка доля, по-моему, если так называли, много было шума, много реакций, но, в принципе, как бы мы все свыклись, сегодня клонирование уже не вызывает, может быть, таких опасений, как оно раньше вызывало. Вот мне кажется, что ли с искусственным интеллектом нечто подобное идет, потому что одна из теорий, что он аналог человеческого мозга. И вот сегодня в христианской среде говорят о том, что это тоже определенное клонирование. Есть ли в этом проблема какая-то? Хотя, с другой стороны, мы видим, что многие вопросы, которые ставятся о том, чтобы улучшить медицину, улучшить какие-то аспекты жизни, сегодня хотят недрить через искусственный интеллект. Но вот как раз по этой причине я изначально затронул вот эту тему связи между тем, как реагировало религиозное сообщество и церковь на вообще идею клонирования. На сегодняшний день процессы продолжаются. Кто-то, может быть, и идет в том, тайно там, не тайно, а насколько открыто, чтобы пытаться клонировать и человека. Но сегодня эту технологию начали использовать для создания искусственных органов, выращивания искусственных органов, которые дальше будут использовать в том, чтобы людям помогать. Как бы под этой эгидой процесс идет. Что касается искусственного интеллекта, я думаю, здесь опасность кроется в следующем. Искусственный интеллект, он построен на том, что это система электронного быстрого обрабатывания всей имеющейся доступной информации во всем мире. И способность постепенно также вкладывается, способность всю доступную информацию собирать на любых языках, тут же переводить на один язык, которым использует пользователь непосредственно в данном моменте, для того, чтобы выдать пользователю самую выжимку, самое ценное, самое полезное, самое интересное, что может быть на текущий момент собрано. То есть запрограммирована эта система таким образом, чтобы собирать со всех концов все и выдавать лучшее. И вот здесь как раз беда в том, если мы говорим, что искусственный интеллект – это способности его как мозга человека, то нужно понимать. Вот в Священном Писании есть такая мысль. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Ну, речь не идет о нашем органе сердца, которое сокращается и кровь перегоняет, да? Речь идет о том, что сердце – это центр жизни человека, и когда мы говорим о сердце, то мы говорим о как раз сосредоточении интеллектуальных, эмоциональных всех ценностей, идей каждого отдельно взятого человека. Поэтому лукавое сердце – это как раз речь идет о том, в человеке сосредоточено все негативное в том числе. А вот теперь представьте, если мы сегодня видим проблему, наши органы безопасности во всем мире борются с проблемами, которые связаны с террором, да, вот с экстремизмом, и в борьбе с этим пытаются блокировать любые сайты, любые чаты, где начинает вот эта вот идея каким-то образом развиваться и распространяться. Я думаю, я полагаю, что искусственный интеллект окажется на определенном этапе способен преодолевать все блокировки, все возможные блокировки для того, чтобы проникать и эту информацию в том числе считывать. И, соответственно, затем не только лишь позитивные давать результаты, писать, как вы говорили, проповеди, составлять какие-то музыкальные новые произведения, писать стихотворения, но в том числе обрабатывая вот эту негативную информацию, несущую угрозу жизни, здоровью, безопасности, сосредотачивать самые, в кавычках, лучшие, лучшие – это самые страшные, самые пагубные, самые хитросплетенные потенциалы возможностей для того, чтобы это объединить, при том, наряду с этим защитить от блокировки, защитить от возможности каким-то образом вмешать процессу развития и затем это использовать для причинения вреда. Вот в чем есть беспокойство на сегодняшний мир, как мирового сообщества, так же и церкви. Василий Иванович, вот, наверное, такой, может, провокационный вопрос задам. Вы знаете, когда создавали радио, там, наверное, уже больше ста лет назад, то статистика и исследование говорят о том, что христианский мир очень сопротивлялся радио. И иногда говорили, что это от нечистого, это бесовское, это то, что нельзя использовать, пытались уберечь от молодежи. Сегодня мы видим радио, мы понимаем, как его можно использовать, потому что сотни, наверное, тысячи, даже десятков тысяч есть программ христианского толка. Даже я вспоминаю в детстве, мы росли, и каждое воскресенье на радио России была евангельская программа церкви христиан-адвентистов седьмого дня, где мы детьми слушали ее, даже будучи еще не находясь особо в церкви. И сегодня радио является благословением. Да, сегодня есть много того, что негативного, как его могут использовать, но прошло время, и мы видим результат. Вот не может с искусственным интеллектом повториться история, что сегодня многие говорят, что это нечистое, это плохое, это может как-то повлиять, а в итоге оно может стать, вот, как радио, таким же благословением, но в зависимости от того, как использовать. Я с этим абсолютно согласен. Я согласен с тем, что искусственный интеллект действительно это, в общем-то, большое достижение современности, которое способно помогать. Помогать в том, чтобы что-то исследовать, что-то развивать. Но как раз то, о чем я сейчас говорил, говорит о опасности, которая есть. Можно ли каким-либо образом эту опасность предотвратить? Мне кажется, вот это то, о чем сегодня идет дискуссия между теми, кто являются технологами развития искусственного интеллекта и потребителями, как бы, скажем, первыми вносящими в потребление, они об этом также думают. Думают о том, каким образом можно было бы защитить человечество. Безусловно. Положительное значение у этого есть. Да, есть негативная сторона. Скажем, как-то мы слышали о том, что какой-то студент задал задачу искусственному интеллекту написать диплом. И искусственный интеллект написал дипломную работу, и комиссия по защите диплома, она даже этого и не увидела, и не поняла, кто это все сделал. А на самом деле это было сделано искусственным интеллектом. И чем дальше, тем больше мы будем с такими обстоятельствами сталкиваться, когда работу будут люди задавать, именно искусственному интеллекту выполнять, но не сами. Какие здесь есть негативные стороны? Это то, что человек перестает сам интеллектуально развиваться. Человек утрачивает свою способность быть аналитиком информации. Человек утрачивает способность получать информацию, перерабатывать и делать свои выводы какие-то об этом. Он только лишь становится получателем того, что имеет. Вот скажем, например, сегодня очень много, фильмов есть. Сегодня очень многие книги переложены на телевизионные сериалы или телевизионные фильмы. И фактически многие школьники, вместо того, чтобы книгу какую-то прочитать, когда отдают задание прочитать книгу, они просто находят фильм, смотрят этот фильм, и в итоге в школе они на литературе пересказывают. И, скажем, преподаватель, может быть, который более, так сказать, углубленно работающий с аудиторией школьной, если у него класс небольшой, он сможет вычислить и вычленить, что учащийся книгу не прочитал, он только лишь посмотрел фильм. А если классная аудитория большая, и в этой аудитории преподаватель задал вопрос по какой-то книге, ученик ответит и расскажет некоторые эпизоды, которые действительно отражают содержание книги, и учитель даже может и не заметить, что эту книгу он и не читал. Но что получил ученик? Ученик получил пережеванную мозгами режиссера книгу и идею основного содержания этой книги, преподанную так, как автор этой книги увидел ее, а не так, как режиссер, автор фильма увидел, но не так, как эту книгу написал сам писатель, когда он писал там какой-то роман, какое-то произведение большое. То же самое будет происходить с развитием искусственного интеллекта. Люди все больше будут оказываться исключены из процесса произведения чего-то, и таким образом они все менее и менее будут становиться способными, быть аналитиками, они будут обращаться только лишь к тому, чтобы сторонний мозг и искусственный интеллект этот анализ проводил, и, соответственно, получать будут уже переработанные кем-то информацию, не анализируя сами. И в этом есть риск. Риск того, что будет утрачена способность человека принимать решение, за него начнет принимать решение искусственный интеллект. Василий Иванович, тогда вот возникает такой тоже вопрос, но он больше, наверное, связан с христианской тематикой. Сегодня через нейросеть, тот же GPT-чат, многие мои знакомые, они рассказывали, как они задавали, допустим, какие-то доктринальные вопросы. Допустим, вопрос, вот то, что вы говорили, проповедь, какие-то поиски по священному писанию. И зачастую даже очень неплохие результаты получались. Вот с этой точки зрения мы видим, что это приносит какую-то пользу. Мы можем это использовать вот так в христианском контексте, когда, может быть, для наших друзей это будет служить какой-то проповедью, каким-то Евангелием? Дело в том, что в любом случае плод покаяния, который творится в жизни, в сердце человека, когда человек обращается к Богу, это результат индивидуального выбора и соприкосновения человека с истиной. Истинность Слова Божьего, которое что-то доносит человеческому разуму. Конечно, если мы говорим о том, что искусственный интеллект сможет давать обобщенную информацию более доступным языком, я думаю, что он сможет быть используем в этих целях. Но все равно человек должен будет оставаться тем, кто должен контролировать это. Потому что наряду с подачей Евангелия, скажем так, истинного, как Слово Божие говорит, наряду с этим должен быть анализ Духа Святого и анализ самого человека. А написано ли так, как говорит тот, кто говорит в Библии, скажем, есть в ветхозаветные, в апостольские времена, сказано об одной из церквей в городе Верия. Говорит, эти люди мудры в том, что когда они слушают проповедь, они после этого сами открывают Писание и проверяют, а проповедующий так ли сказал, как говорит Священное Писание. Поэтому я понимаю, что искусственный интеллект, он не сможет заменить Духа Святого, он не сможет заменить откровение Слова Божьего и истины так, как сказано Богом. А там, где люди позволят искусственному интеллекту осуществлять эту замену, там люди окажутся в опасности того, что искусственный интеллект очень искусно сможет вплетать внутрь те идеи, которые не являются евангельскими идеями. И отличить их от истины будет очень сложно, потому что это будет сделано очень искусно. Спасибо, Василий Иванович. Дорогие наши друзья, хочется пожелать, чтобы, исследуя новые технологии, мы могли всегда держаться одного принципа – это использовать только то, что созидает, то, что является полезным, и то, что будет благословенным от Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова